Так, ладно, котята, мы начинаем снова. Если бы вы вспомнили первую группу, в которой вы были, какие у вас были цели, идеи, куда вы надеялись, вас приведет работа барабанщика? Ну, во-первых, начнем с того, что я изначально был гитаристом, и на барабанах я начал играть только тогда, когда мы поняли, что барабанщик группы, в которой я играл, был плохим барабанщиком. Но это было просто для развлечений, я имею в виду, все, что мы делали, мы были просто друзьями, которые играли в гараже, устраивали вечеринки, ну и все такое. Это никогда не было чем-то серьезным, карьеристическим, это была просто игра для удовольствия. Ты когда-нибудь думал о том, чем ты будешь зарабатывать на жизнь в то время, пока ты просто развлекался игрой на барабанах? Да просто курить марихуану, играть музыку, вот и все. Можешь рассказать про старые группы, в которых ты играл? Я был в группе под названием Freak Baby, мне было 13 или 14 лет. Мы играли что-то вроде ужасного панк-рока, а потом я был в группе под названием Миссия Невыполнима, там мы играли панк-рок чуть получше, а потом я был в группе под названием Scream, а нет, до этого была группа под названием Дэйн Брэмидж, и мы были как странная миссия в Бирму с наркотой. А потом я был в группе под названием Scream, и там я начал гастролировать. Так что с того времени, когда мне было около 17 лет, и до того момента, когда я присоединился к Нирвана, я гастролировал около 8 месяцев в году. Мы просто слонялись по трущобам и ездили в Европу, играли в сквот. Ездили туда на пару месяцев и оставались в Амстердаме так долго, как только могли. А потом мы возвращались в Америку, был тур по Америке. Просто пока мы ездили, у нас все было хорошо, у нас было 7 долларов в день, мы могли кушать. А если мы вернемся домой, то у нас не будет денег, и нам нечего будет есть, поэтому мы должны быть в туре. Мне кажется, я имею в виду, что через все эти тяжелые времена вы прошли тяжелый путь, вы стали неожиданно огромными звездами. Неужели вы не могли вести нормальную жизнь? Слушай, ну мне кажется, ты должен понимать, что это если бы ты... Если ты действительно в глубине души никогда не ожидал, что что-то из этого произойдет, тогда это действительно произойдет. Ты просто отчасти смотришь на это как на шутку. Вроде как это довольно забавно, когда ты думаешь об этом. Ну, типа, почему я должен... Почему я должен сидеть здесь и давать интервью для тех, кто это любит? Почему дети хотят сидеть здесь и слушать, как я говорю, об игре на музыкальных инструментах? Вы знаете, я имею в виду, это очень лестно и это действительно здорово. Это просто кажется таким забавным, что что-то подобное может быть доведено до такой нелепой крайности. Понимаете, это просто странно. Это забавно. Слушайте, а это правда, что вы, ребята, были в Европе один раз перед фестивальным туром Sony Cues, верно? Они были в Англии. А, нет, нет, мы были в Англии. Мы были в Англии, мы выступали там, когда мне было 17. Если посмотреть фильм про Sony Cues, то ты там повеселился хорошо. Да, там было очень весело. Но это было пугающе. Просто потому, что мы играли сначала в больших залах, а потом сразу в рейдинг. И на самом деле, я так боялся играть в рейдинг, что я проснулся в страхе. Как будто я был так напуган, что я проснулся утром. А, боже, мне игра сегодня в рейдинг. А так было весело. Это было то время, я думаю, что в глубине вашего сознания, когда они перешли к Дэвиду Гэффину, я имею в виду этих парней, они пришли из АПОПа, а вы пришли из Дискорда, и вы знали гораздо более мелкие детали, которые никто не знает. Оглядываясь назад, кажется ли вам это затишим перед бурей? Нет, я имею в виду, что мы действительно не думали, что что-то произойдет такое, что заставит все измениться слишком радикально. Я имею в виду, мы просто думали, что мы поедем в тур по Америке, и снова приедем в Европу. И на самом деле это не казалось, я имею в виду, когда пластинка вышла. Наш тур был забронирован, мы были забронированы в клубы, которые вмещали, может быть, 400 или 500 человек. Они должны были начать менять места проведения, потому что ситуация просто выходила из-под контроля. И добавляли концерты, затем у нас было выходное после того тура однажды. А затем отправились в Европу, и самое, я думаю, самое большое событие произошло, пока мы были... Пока мы находились в Европе. Ну и, наконец, мой последний вопрос. Вы помните, где вы были в тот момент, когда Смеза Тин Спирит была в чартах, и потом вы просто выбили Майкла Джексона с первого места? Слушайте, ну я помню, что мы были в туре, и мы видели это по MTV, это было очень странно, потому что я жил в одной комнате с Куртом, я сидел там и смотрел телек, я вижу лицо Курта по телеку, а потом я смотрю на кровать рядом со мной, я вижу лицо Курта. Это было очень странно, и это было пугающе. Ее так часто играли, что, знаешь, это было похоже на то, что если ты включишь MTV, там 100% будет играть эта песня, и ты ее сразу выключаешь. Это было похоже на то, что нас кто-то преследует. Непереводимая игра слов от Дэйвы Гролла. Перевел, озвучил Евгений Зайцев. Курта нас не найдет, и не нарушит наш полет, и не тревожит нас с тобой по пустякам.